Идея строительства на территории войсковой части 5526 храма-часовни зародилась давно в 2010 году. В честь апостола Фомы часовню назвали не случайно. День рождения соединения совпадает с Днем памяти святого апостола. Возведение храма началось с благословения архиепископа Бресского и Кобринского Иоанна. Мы начали разработку проектно-смертной документации на отвод земли, как говорится, с Божьей помощью. Мы все это сделали и благодаря нашему Бресской епархии возвели на территории части храма. Строительство храма-часовни производилось за счет добровольных пожертвований. Сбор средств организовала Бресская епархия. Первое богослужение в стенах небольшого храма состоялось без лишней торжественности, но многолюдно и немного волнующе. С самого утра сюда спешили десятки верующих. Для жителей северного городка событие это значимое и очень долгожданное. Мы тут рядом живем, вы знаете, что пожилые люди далеко ходить, а там людей много. А тут я в прошлом году еще батюшку спрашивала, когда вы откроете. Мы его ждем, не дождемся. Мы очень рады. И благодарим Господа Бога, что мы дожили до этого. Спасибо. Все ждали, ждали, пока откроется. Приходили, пасху светили. А сейчас наконец-то открыли. У нас радость все, не знаю сколько. Очень хорошо. Часовня необходима не только для жителей микрорайона. Без сомнения, храм станет центром духовного воспитания военнослужащих, проходящих срочную службу. Так как много военнослужащих до призыва на военную службу ходили в церковные храмы, посещали их регулярно. Моя мать поет хоре церковном. Постоянно хожу в церковь. Очень важно для нас, так как нам необходимо закаляться не только физически, но и морально, и духовно. Виктория Саченко, Эдуард Букунович, Антон Луговкин, Телекомпания Бук-ТВ.